Одинцовские папы самые смелые и ловкие. Каждый из них с достоинством отстоял честь родного детского сада. Конкурс «Суперпапа» проходил по всем пяти округам Одинцовского района. Дошкольные учреждения выставили своих суперпап. В финале встретилась пятерка сильнейших. Папы откликнулись, приняли активное участие. И самое главное, что действительно, папы хотели показать, что они очень любят своих детей. Они талантливые, они очень смелые, они мужественные, настоящие мужчины, как и должно быть. И чем еще знаменателен этот конкурс? Потому что очень важно, чтобы у каждого ребенка была полноценная семья. Была мама и был папа. Вот сегодня действительно день войдет в историю, когда дети подрастут, чьи папы сегодня будут принимать участие, и будут гордиться тем, что у них очень талантливый, очень смелый, очень мужественный папа, потому что он сказал слово «Да», что я буду участвовать в конкурсе. И ребенок будет гордиться своим папой. Конкурс «Среди пап» проводится впервые. Одинцовские мужчины развенчали мифы о том, что мужья редко приходят в детский сад и живут интересами своих детей. Каждый папа для своих детей, он и есть суперпапа. А у каждого свои есть какие-то особенности. Главное, чтобы не забывать про семью детей, и тогда ты будешь суперпапа. Мы всегда неравнодушны к жизни нашего, общественной жизни нашего сада и нашей дочери. Каждому ребенку было бы очень приятно всегда, когда родитель принимает участие с ними на сцене, участвует в тех или иных конкурсах. То есть мы сами когда-то были детьми, и нам самим было приятно, когда наши родители вместе с нами принимали участие в тех или иных конкурсах и поддерживали нас. Старшая дочь закричала «Ура!» три раза «Ура! Ура! Ура!» И очень обрадовалась, что мы участвуем, вышли в финал. Оказывается, наши папы отлично танцуют, рисуют, решают сложные задачи, и все это они делают вместе со своими любимыми детьми. Любовь к детям, любовь к семье и дикая поддержка своих родных и поддержка сада до такой степени окрыляет человека, а папу тем более. Вот не умеет танцевать, но находит в себе какие-то силы, возможности, я не знаю, желания. Ну вот увидите сегодня в финале все, на что они способны. Папам нелегко участвовать в этом конкурсе, пришлось отпрашиваться с работы, много репетировать, готовить визитную карточку. К сожалению, один из участников так и не успел приехать к началу финала. Место на сцене заняла жена Владимира Конкина, ведь, как говорится, муж и жена – одна стихия. И папа сегодня, конечно, супер. Такие папы у нас уже не первый год, и с каждым годом они все значимее себя чувствуют на сцене. Они действительно у нас самые лучшие в Московской области, самые красивые. По итогам конкурса звания «Суперпапа» присуждено Евгению Волкову, полковнику внутренней службы МЧС России и заботливому папе двух очаровательных дочерей. Организаторы считают, что это мероприятие станет доброй традицией, ведь папами Одинцовского района должны гордиться не только их дети. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.